Здравствуйте! Это мобильный репортер, студия Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. В Казани неадекватная женщина бросилась под колеса машины. Инцидент произошел ночью на улице Татарстан. Женщина стояла на проезжей части и, увидев автомобиль, стала ближе пододвигаться к нему. Водитель Рено заметил силуэт пешехода задолго до того, как дистанция между ними сократилась. Женщина неподвижно стояла на проезжей части. Как только водитель набрал скорость, пешеход внезапно оживилась. Она стала переходить дорогу и шла будто прямо под колеса. По словам водителя, от женщины исходил резкий запах перегара. От удара дама упала на асфальт, но не почувствовала боли. В результате женщину госпитализировали с переломом ноги. Во всех обстоятельствах разбирались автоинспекторы. В челнах на камеры домофона попал мужчина с ножом. Сначала его засняли у дома в Замеликесе, где он, вероятно, и живет. Он угрожал ножом в камеру домофона, рычал и слушал какую-то музыку в наушниках. Затем мужчина в одних шортах и рубашке ходил посреди дороги. Стоит отметить, что тогда было очень холодно. Уж больно часто попадается от челнинцев умным домофоном. Мне кажется, на месте тех, кто устанавливает домофоны, я бы уже поинтересовалась у жителей, насколько им это необходимо и нужно. В набережных Челнах шестиклассница принесла в школу пистолет. Девочка обещала ребятам устроить сюрприз и захватила в школу пневматический пистолет. Показать его одноклассникам. К месту сразу вызвали правоохранителей. По словам девочки, она просто хотела похвастаться перед ребятами. В образовательное учреждение прибыла ее мать, которая успела забрать опасный предмет до приезда наряда полиции. Откуда у ребенка появилось оружие, выясняли полицейские. В учебном заведении ситуацию не комментируют. Встреча один на миллион. 81-летний дед за рулем автомобиля наехал на 81-летнего велосипедиста. И все произошло на хороших скоростях в Белоруссии. Как-то странно едет велосипедист. Непонятно, по какой полосе. Да и водитель, который поворачивает, не особо внимателен. Все-таки возраст. Один дед в больнице, другой отделался валерьянкой. Целую семейку медвежат заметили в Огрызском районе. Детеныши забрались на дерево, а мама-медведица с еще одним медвежонком наблюдали за ними внизу. В прошлом году косолапых было всего двое, а уже сейчас в семье заметное пополнение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По результатам учетных данных в Медведево республике обитает 36 особей. Правда, у нас они живут в основном летом, а на зиму большая часть мигрирует в Мариел, Удмуртию и Кировскую область, где леса побольше и погуще. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан-24.